Кстати, вот у нас вчера был день рождения Надежды Константина Крупской. Вот про нее. Вы что-нибудь слышали вообще по телевизору и прочее? Я думаю, что большинство этих родителей, так называемых еще, которые борются с рамками, да, с рамками, они фамилию-то такую, наверное, не знают. Соответственно, дочь дворянина, золотая медаль, женская гимназия, как и у Ленина. Ну, то есть, и муж, и жена лучшие. На фоне того, что сейчас происходит, вообще, сейчас у людей дипломы-то вообще непонятно откуда, да? Чего-нибудь там плагиат везде, там, и плагиатом погоняет. Ну, ладно. Школа рабочей молодежи, она там преподавала. Дочь дворянина. Кстати, по маме у Крупской предки Салтая. Горные инженеры еще даже при Екатерине. Представляете, семья-то какая. Отец-офицер. Противник царизма. Так вот, я все к чему говорю. Советское правительство через Организацию Объединенных Наций, ЮНЕСКО, по культуре, образованию и искусству присуждало каждый год до 92-го года, понятно. Премию имени Надежды Константиновной Крупской за успехи в ликвидации массовой неграмотности. Разные страны награждались. Потому что Крупская, она была же не только женой Ленина, это само собой. Хотя вот опять, какой женой? Люди пишут, кто ее знал, да? Вот Ленин, он как работал в эмиграции? Не было же ничего, ни компьютера, вообще нифига. То есть, сидел, писал свои статьи для Искры, для Правды. Писал-то как? Вы вот видели кто-то рукописную страницу Ленина? Я бы там, например, вообще бы ничего не понял. Перечеркнуто все. Ну, человек работает головой. Она все это переписывала. Вот говорили, что Крупская одна замещает всю редакцию газеты Искры. Там размещение на полосе, там укорачивание каких-то текстов, там переписка с авторами, сотни писем человек писал каждый день. И никаких-то типа чудностей в чате. Нет, по делу. Понимаете, она несла на себя огромный груз, не просто как жена, а как соратник. И вот после революции, не занимая формально особых должностей, она создала пионерскую организацию. И она, вот почему я про нее заговорил-то? Она, кстати, со Сталином часто спорила. И мне чем вот Ленин еще нравился, да, в данном случае. Вот тут тоже Глазкова, отдельный коммунист, в Алтайском крае грязью поливает. Вот когда Ленин заболел, вы знаете, да, он в горках был, и у него здоровье, ну, сильно колебалось. Ну, вот Сталин подозвал Крупскую, которая с ним тогда, с Ленином была, к телефону, ее грязно обругал, что типа она Ленину сообщает о внутрепартийной дискуссии, которая развернулась за спиной Ленина. Ну, Сталин что-то сказал такое, спать с вождем, что-то и говорить от имени вождя, это разные вещи, да. Это он сказал очень больной женщине, у которой не было детей, потому что у нее была базедовая болезнь, которая всю жизнь плохо питалась. Жила там, собственно говоря, без своего угла. Я не потому, что не хотела этого, да, а потому что у нее такие условия были. Вот что написал Ленина Сталину? Что, да, Крупская потом говорила, что вот за всю партийную жизнь с ней вообще грубого слова никто не сказал. Ленин написал Сталину следующее, что все, что сказано против моей жены, это я хочу, чтобы запомнили, там тоже на Алтае, сторонница там одной коммунистки, да. Все, что сказано против моей жены, считаю направленным лично против меня. Поэтому, если вы, товарищ Сталин, немедленно не возьмете свои слова обратно и не извинитесь, то считайте отношения между нами разорванными раз и навсегда. Написал Ленин. Надежда Константиновна. И Сталин, естественно, сразу извинился. Я все сейчас к чему-то длинное протисловие, но про эту женщину надо сказать. В 29-м году, когда усилиями Крупской в стране в 1929-м была фактически липидирована неграмотность. При царе, батюшке, которого хвалят сейчас нынешний режим, у нас при царе 312 человек из тысячи были грамотные. 312. Причем по женщинам это было еще ниже. Ну, то есть, только грамотными была при царе треть населения взрослого. Треть. Позорище просто. Значит, это все ликвидировали. Но Крупская бьет тревогу в 1929-м году. Она, знаете, что пишет? Запомните это, товарищи. У нас, пишет Крупская, возможно, рецидив неграмотности. То есть, когда люди формально могут читать и писать, но не могут анализировать то, что написано. Об этом она в 29-м году писала. И что она предлагала в этой связи? Общество знания и массовое расширение сети библиотек в стране. И в середине 70-х годов, когда Крупской давно уже не было в живых, но ее премию присуждали во всем мире, в СССР в библиотеках было 5 миллиардов книг по одной книге на жителя планеты Земля. То есть, по библиотекам мы обходили, я не знаю, все страны не просто на какие-то проценты, в разы обходили. Вот это все заслуги Крупской, которая именно пожертвовала личным счастьем, здоровьем своим, женским своим счастьем пожертвовала ради интересов людей, ради интересов народа. А про нее хоть кто-нибудь что сказал по телевидению? Да нет, нет такого человека. А она сделала не просто грамотной нашу страну. Вы знаете, как она боролась за создание детской организации, независимой от властей? Чтобы это была общественная организация. Как она говорила, что детям надо дать интересный досуг, а не мучить их политическими докладами. И вот эти все пионерские костры, зорьки, горные, походы, это все Крупское. Все. Хотя до этого считали, что пионеры, это просто на собрание собрались, там им что-нибудь рассказали, все, свободно. Вот это Крупская, не имевшая собственных детей, она заботилась о каждом ребенке Советского Союза, как о своем собственном. Вот такие у нас были руководители, понимаете, у которых не было ни вилл, ни дворцов, ни личных автомашин, и даже личного угла не было. Все время они жили на каких-то казенных квартирах с казенной мебелью, потому что жили не для себя. Поэтому страна была классная. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!